Ремонт государственных учреждений и поддержка сельхозпроизводителей главной темы во время приема граждан по личным вопросам, которые провел губернатор Игорь Руденя. Встреча состоялась в общественной приемной председателе партии «Единая Россия». О чем говорили в сюжете Натальи Чекет. Мария Синильникова из Балаговского района обратилась к губернатору с вопросом о замене окон в общежитии Тверского технологического колледжа. В учебном заведении обучается ее сын. Как рассказывает женщина, окна пропускают холодный воздух, а если смотреть снаружи, то из-за них здание приобретает мрачный вид. Все в удручающем состоянии, то есть щели, но и холодно. Хотелось бы создать комфортные условия для благоприятного провождения и учебы. Губернатор сообщил, что при формировании бюджета на следующий год будут выделены деньги не только на окна, но и на ремонт всего общежития. Планируется провести конкурентные процедуры в первом квартале и произвести замену окон уже между периодом обучения, начиная с июня месяца по началу августа. С просьбой о ремонте только уже здания Карельского национального краеведческого музея обратилась руководитель клуба вдохновения Валентина Федорова из Лихославля. Музей располагается в здании, которое было построено в конце 19-го, начале 20-х веков. Там места очень мало. Там площадь где-то около 200 квадратных метров. И там только два зала. Один демонстрационный, другой выставочный. У нас только половина там занимает музей площади, а вторая половина у нас была архив. Так вот, что архив выехал, там освободилось, но там нужен ремонт. И вот прошу, чтобы пошли нам навстречу и расширили площадь музея. Глава региона сообщил, что финансирование на проведение капитального ремонта планируется предусмотреть в областном бюджете уже на следующий год. А сами работы по обновлению здания будет возможно начать в 2023-м. К главе региона обратился герой социалистического труда Юрий Иванов из Санковского района, который является председателем колхоза «Красный октябрь» уже более 60 лет. Юрий Иванов обратился к Игорю Рудене с просьбой оказать содействие в развитии предприятий и включению колхоза в число получателей субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ. Вот мы элитхоз, семена молитвы занимаемся с четырем этим питомником, значит, уже давно работаем. И животноводство у нас более трех тысяч по голове, тысяча голов двойного стада. Две тысячи сейчас у нас находятся на молодняках, на откорме, что, конечно, затрудняется с тем, что мы урожая не получили. Вместо 30 центеров мы получили в прошлом году 8 центов, а ночью 7 центов. Игорь Руденя поручил региональному министерству сельского хозяйства внести предложение по индивидуальным мерам поддержки для колхоза «Красный октябрь», а также проработает систему оказания помощи для аналогичных предприятий региона.